Поприветствуем нашего нового спикера Александр Шиллос, мой коллега с компанией DataArt. Прошу. Итак, здравствуйте. Зовут меня Александр. Я работаю в компании DataArt уже 6 лет. Всего у меня около 9 лет продакшен опыта работы. Как фулл стек девелопера. Я познакомился за это время с разными технологиями и языками. Руби, но джесс, голанг и на самом деле много другого интересного. Я понимаю, что вы уже устали и уже вечер, тем более мы выпиваемся из графика. Я постараюсь провести свой спич как можно быстрее и интенсивнее. Давайте попробуем. Сегодня я хочу поговорить об технологии блокчейн и что она может сделать в медиапрактике. В последние 6 лет DataArt я работаю именно в медиаиндустрии. То есть большинство моих проектов так или иначе связаны с медиа. С медиа и музыка, песни, книги и все, что с этим связано. Тут есть такие две интересные фразы. Это Media Assets Management and Digital Assets Management. Давайте попробуем понять, что это такое. С Digital Assets Management довольно понятно. Даже на Википедии вы можете найти, что это такое с ростом инфраструктуры и hardware. У нас появилось все больше и больше места для охранения наших материалов. Того, что нам нужно. Каких-то важных для нас, либо для кого-то еще ассетов. Собственно, это все понятно. Media Assets Management для большинства вендоров поднимается по-разному. На самом деле это то же самое Digital Assets Management, но с привязкой к медиа. И появляется очень важное слово – это Distribution. То есть мы не только храним, разделяем доступы, но мы хотим как-то его продавать, популяйти, то есть как-то давить его в массы и так далее. Давайте посмотрим, что изменилось в медиаиндустрии, касательно музыкальной индустрии, за последние буквально 5 лет. Если вы видите, то физические продажи носителей, они попадают в ноль. Если посмотреть на статистику еще глубже, порядка 80 лет, физические продажи занимали порядка 70% рынка. Даже сейчас мы можем посмотреть по revenue, то есть с 2015 года он увеличивается практически геометрической прогрессией. Это все хорошо, это большие деньги, это развитие интернет-технологий, но тут есть интересный спойлер-вопрос, кто же получает эти деньги в конечном итоге. Давайте посмотрим примеры каких-то наших мам-сервисов. То есть в первую очередь это стриминг-сервисы. Да, всем известные нам Deezer, iTunes, Spotify, они предоставляют нам музыкальный контент, в большинстве своем музыкальный. То есть мы можем использовать разные типы подписок, мы можем скачивать эти мелодии, мы можем их прослушивать в оффлайне, онлайне, неважно. Второй момент — это стоковые сервисы. То есть это чуть-чуть другого вида контент, он тоже может включать аудио, но это уже не будет лицензированное аудио, это будет что-то, что вы сделали у себя дома и хотите кому-то продать. Возможно, кому-то для презентации нужна будет ваша аудиодорожка, либо ваша видеодорожка, либо для презентации будут использоваться ваши фотографии. Тоже очень понятная вещь. И в Азерс я включил что-то типа Safari Book, это платформы, которые предоставляют доступ к книгам. Опять же, это может быть либо оффлайновое чтение, это может быть подписка, это может быть онлайн-чтение, то есть самые разные варианты этого всего. Звучит, в принципе, все логично. Все больше и больше сервисов появляется у нас на рынке, все большим и большим контентом мы можем пользоваться. Но давайте посмотрим, какие у этих всех систем есть проблемы. Первая проблема — это rights management. Она больше всего связана со стоками. На самом деле вы не имеете сейчас никакой возможности доказать, что скачанная вами картинка является лицензионно скачанной. То есть если вы в презентации используете видеодорожку и какой-то имейдж, неважно, и к вам придет автор и спросит, это реально, ну, скорее всего, просто пожмете руками, потому что на уровне заказательства это не регулируется. Это хорошо для пользователей, но это безумно плохо для тех, кто производит этот продукт. До сих пор этими сервисами пользуются, потому что аналогов нет. Они приносят какую-то прибыль, поэтому их используют. Но для нас это, наверное, не очень хорошо, потому что если бы был отличный rights management, этого контента становилось бы больше, он становился бы качественным. На стоках вы, скорее всего, найдете видеофайлы имейджа не дороже 10-15 баксов, за редким исключением в 100 долларов, потому что люди не хотят тратить много времени. Они берут, делают наиболее популярный контент и заливают его тысячами. То есть это помогло бы нам бороться за какое-то качество контента. Опять же, это только пример со стоками. Давайте пока пропустим royalties и теперь перейдем в аудит. В принципе, все системы, которые вы сейчас видите МАМ, они не подлежат аудиту. То есть никто не предоставит доступ к базе данных. Практически невозможно привести аудит. Никто не даст вам доступ в ваш клауд. Это закрытая информация. А теперь самое интересное и то, с чем чаще всего сталкиваются большие лейблы и даже знаменитые известные артисты, это royalties report. Как вы думаете, как Мадонна получает свои отчисления по стримингу? Нет, так не работает, к сожалению. Я думаю, она была бы за. Но на самом деле пальцем в небо. Потому что там есть несколько цепочек. Первая цепочка — это, собственно, сам дистрибьютор, который поквартально генерирует репорт и отправляет в большой лейбл. Лейбл типа Sony. Кто у нас есть? У нас есть Sony. Warner Music Group. Orchard, наверное, еще является в тройке лейблов. Universal Group. Они аккумулируют эти большие CSV-файлы и просто отправляют менеджменту. То есть менеджмент Мадонны получает ежеквартально отчет из пары миллионов строчек, где и как ее трек либо прослушивался, либо был продан. Естественно, это возможность для манипуляции. Возвращаемся к тем же самым стокам. Стоки уже неодноразово были пойманы в том, что они не предоставляют реальную информацию. Почему это происходит либо из-за технического сбоя, и действительно продажи были не учитаны, либо это был какой-то обман. Будем надеяться, что это было не так. Но, тем не менее, это очень большая площадка во всех этих трех цепочках, где могут происходить махинации. Сейчас большие компании, то же самое лейблы, они пытаются бороться за артистов и как-то помогать им узнавать, сколько же денег они должны получить. Тратится много денег в анализаторы, в парсеры Ютуба, в парсеры всех известных стриминговых сервисов, чтобы понять популярность. На основании популярности каждый лейбл по своей, собственно, выдуманной формуле пытается примерно представить, сколько этот артист за эти песни с такой популярностью должен получить. Поэтому погрешность составляет 30-40%. И на самом деле это всем понятно. То есть вот сюда уходят миллионы долларов сейчас в разработке программ, которые пытаются минимизировать риски. Но опять же, физические продажи падают, стриминг, продажи растут. То есть у артистов на самом деле прибыль становится больше. Поэтому вариантов нет. Этими сервисами пользуются. И, я думаю, будут пользоваться еще долгое время. Но что же мы можем придумать? Давайте пойдем дальше. В чем же, собственно, проблема-то? Что каждая запись на самом деле о продаже, она атомарна. То есть ее можно удалить, ее можно хакнуть, можно делать все, что угодно. К подхакам я подразумеваю не только какой-то технический бэкдор, который нашли и сделали. То есть это может быть человеческий, политический фактор. Это может быть сделано специально на самом деле. В определенный момент, года, наверное, 4 назад в медиапрактике мы решили позаниматься, поиграться с R&D и посмотреть на хайповые технологии. В тот момент это был блокчейн. Это был биткоин, блокчейн, это было на слуху, это было модно, молодежно. Мы посмотрели на блокчейн и подумали, блин, интересно. То есть транзакции сразу же нас смутили, потому что транзакции сразу же пытаются погрузить вас в финансовый мир для того, чтобы передать деньги кому-то, передать токены тому-то и так далее. Но если по транзакции мы будем понимать просто изменение нашего стейта, любое изменение стейта, как привнесение денег, получение новых прав, либо чего-то еще, то в принципе это, наверное, то, что нам было бы нужно. Мы заинтересовались и решили попробовать сделать для сейлза POS. На самом деле после этого POS мы сделали уже много похожих продуктов для разных вендоров, но под R&D, из-за Lego, я не могу их всех назвать, но они были все очень более-менее похожи. Итак, что мы взяли первое? Мы посмотрели на Ethereum. Почему Ethereum? Безумное количество документации было довольно удобно. Можно поднять наш private network, который очень удобен для покажет всяких POS, R&D проектов для сейлза. Самое интересное, это были, конечно же, смарт-контракты, потому что они отлично вложились на то, что мы можем сделать какую-то операцию и в транзакции сохранится изменение этого смарт-контракта. То есть, в принципе, Turing полный язык смарт-контракта позволяет нам автоматизировать практически любую область, в том числе и Medium. И мы решили написать небольшое приложение. Мы назвали его Bookshelf. И что мы хотели сделать? Мы хотели сделать интернет-магазин продажи книг, где было, собственно, две роли. Один — это пользователь, который мог купить любую книгу за вымышленные токены на самом деле. Мы даже не использовали для этого блокчейн. И также мы могли, любой автор мог прийти и загрузить свой медиа-контент, свою книгу. Мы усложнили задачу тем, что там были разные типы подписок, можно было сделать поиск. То есть, мы хотели попробовать эту технологию по полной. То есть, когда к нам придет клиент и спросит, что мне делать с этим, либо как я могу на этом заработать. Мы хотели предложить им уже примерно готовый solution и потом попробовать его как-то адаптировать к чему-то. Собственно, с этого всего началось. Мы поигрались и решили выбрать себе технический стэк. Это же самое интересное. К сожалению, мы тогда были глупые, и Node.js мы не использовали. Мы подумали, что Ethereum — это Golang, GS — это Golang, чтобы использовать. Ну и Golang вообще-то, это же интересно, у нас же везде микросервисы. Давайте все это поиспользуем. Это была боль. То есть, использовать Web3.js — это было бы очень прекрасно. Но, тем не менее, мы получили опыт. Из-за этого мы залезли во многие места Ethereum и посмотрели, как там все действительно происходит. То есть, с точки зрения опыта, мы получили его колоссальный. Естественно, Docker, Docker Compose. Мы начали просто с Private Ethereum Network. Мы разделили его несколько нод. Первую так называемую boot-ноду. Мы просто инициализировали ноду, через которую остальные могли соединяться и подключаться между друг с другом. Одну ноту мы отдельно сделали для Explorer, для того, чтобы можно было видеть все списки наших транзакций с деталями и так далее. Одну для сети, для мониторинга. Ну, собственно, и так далее. По-моему, вместо Angular мы еще использовали ее на 4. То есть, мы разрабатывали платформу для мобильного приложения тоже. PostgreSQL для того, что… Блин, мы не знали, что такое Ethereum, и что он может в тот момент. Нам нужна была какая-то база данных, от которой отталкиваться. Мы не знали, как серчить в Ethereum, и я до сих пор не комендую об этом делать. То есть, всегда можно использовать PostgreSQL или какую-то базу данных. Ethereum — это наш ledger. Это наша source of truth, так называемый. То есть, в принципе, если выкинуть Ethereum, эта задача вполне решалась. Все прекрасно. Единственный момент, что мы уже были готовы к аудиту. То есть, если какой-нибудь аудитор придет нам и скажет, а я хочу понимать, что у вас происходит, либо если клиент хочет получать ивенты в реал-тайме, мы могли предоставить ему ивенты, подключенные к веб-интерфейс, веб-три, подключение к смарт-контракту ивентам, и у нас бы уже все получилось из коробки. Нам бы не пришлось писать это заново. Блокчейн — это не серебряная пуля. Я вам скажу сразу. Не получится. Это уже отыщенная, довольная вещь, которую очень удобно использовать для некоторого рода задач. Я к этому спичу еще вернусь в самом конце, но как бы продолжим. Теперь же, где же смарт-контракт? Столько слов от смарт-контракта. Мы взяли и разделили логику смарт-контракта на два. Это реальный код нашего PSI-проекта, то есть это не production-ready, это просто как бы поиграться. Мы разделили все это на data store, смарт-контракт, который хранит только данные. Он не имеет никакого отношения к логике. То есть у нас есть книги, мы знаем ID-шние книги, мы знаем адрес того, кто его создал, мы знаем, какие у него есть sales-тайпы, то есть либо только на чтение, либо только на загрузку, либо только на просмотр с нашего ресурса и так далее. Мы сделали сущность sale, как видите, очень прекрасную, price, user ID, бла-бла-бла и так далее. И еще один контракт, который мы, собственно, так и назвали bookshelf, чтобы не путаться, мы положили всю логику. То есть что надо делать в смарт-контракт? Он верифицировал, можем ли мы покупать книгу, имеем ли мы доступ к книге, и, собственно, фиксировал саму продажу, создавал сущность sale. То есть все то, чего нам не хватало на вот этих вот первых слайдах, то, в чем была эта проблема, для royalties, для rights management. То есть rights management могли подтвердить, то есть мы видели sale, мы можем сказать, что эта продажа была. И мы можем спокойно выкинуть это в паблик. То есть это можно проверять. Опять же, любой человек, который покупает медиа-контент, он хочет получить адрес этой транзакции для того, чтобы у него не было проблем. Он будет контролировать эту систему. То же этим же мы решаем проблему автора. Потому что автор хочет знать, если эта запись есть у нас в блокчейн-системе, значит он получит выплаты. Он тоже может их найти. То есть это обоюдоудобное контролирование. Притом light version. Что мы сделали в Амазоне? На самом деле мы сделали все очень-очень-очень просто. То есть у нас есть аппликейшен нашей инстанции. Это может быть GoLand, Node.js, Java, неважно. Это именно то, что реализует логику работы нашего аппликейшена. У нас есть Ethereum ноды. Тогда мы делали private network. Сейчас уже все гораздо веселее. Можно использовать из коробки parity.io. Оно отлично ложится в докер, оно отлично деплоится. У вас есть разные типы алгоритмов. То есть вы можете proof of work, authority. Сейчас появится стэк, вообще будет прекрасно. То есть эта проблема уже решена, мне кажется. Они обе помещены в autoscaling group. То есть они могут скейлиться по необходимости. То есть как разработчик и как человек, который уже разрабатывает продукты довольно давно, мне нужно, чтобы у меня работало три фактора. Мне нужно, чтобы моя система была scalable, maintainable и available. На самом деле. И в какой-то момент времени можно отключить вот эту ноду. Весь этот блокчейн. Она будет работать. Если что-то пойдет не так, у меня всегда есть бэкапы. То есть бизнес клиента, если он вырастет до определенного момента, он не может простаивать. Он должен работать. Мы можем потратить часы, недели, монотонные работы в 24 часа для того, чтобы починить ее. Но система должна быть доступна. Система, в принципе, имеет практически микросервисную архитектуру, потому что вот здесь мы можем делать все, что угодно. Пишите монолит, пишите микросервис. Поэтому она удобна для maintainable. То есть можно использовать разные места. Для POC, естественно, это был монолит, потому что гораздо быстрее разрабатывать. Вот эти все прекрасные значочки я вам показал, что вначале мы использовали Postgre. Потом у нас была куча проектов, и там было Postgre, там было Moesqr. То есть все зависело от того, какой был бизнес у клиента, какие были требования у клиента, и какие мы бы имели данные. То есть вы свободны выбросить Elasticsearch для быстрого поиска. То есть вы не будете нагружать Ethereum ноды. В смарт-контракте есть определенная очень узкая логика, чтобы он дал нам права. Опять же, почему мы вынесли логику смарт-контракта в отдельный контракт. Опять же, из опыта мы понимали, что мы только в Fixed Price аппликейшенах, которые обычно не должны длиться, по нашим правилам, больше шести месяцев, потому что у них очень большой шанс быть несостоявшимися на самом деле, либо с нашей, либо с точки зрения заказчика. Это на самом деле не принципиально. Требования будут изменяться. У нас должна быть возможность изменять наши требования на лету, но данные должны оставаться всегда. К данным всегда должен быть минимальный доступ, он может быть ограниченных, но они должны быть доступны. Как только мы потеряем данные, собственно, все, мы можем забыть о нашем блокчейне, он нам не нужен. Нам уже не верят. Что я хотел добавить в самом конце, это блокчейн, опять же, это не серебряная пуля, это попытка создать некий цифровой фреймворк доверия в интернете. Его можно хакнуть, как я сказал, его можно хакнуть не цифровым уровнем, цифровым способом. Его можно хакнуть, просто перекупив сотрудника. Политически, как сейчас это происходит с биткоином, на самом деле, когда им начинают обрезать доступ к китайским биржевым рынкам и американским ценным бумагам, он постепенно сам проваливается. Но попытка сделать, создать какое-то общее доверие, наверное, да. Я уверен, что он будет развиваться, что он будет меняться, и к чему он придет, мы узнаем через несколько лет, может быть, несколько, может быть, много лет. Но эта попытка мне нравится, и я уже вижу некоторые аппликейшены, многие стартапы, в основном это силиконовые долины, которые начинают тягаться с Spotify. С Spotify тяжело тягаться, они завоевали рынок. Это такие же мастодонты, которые есть в медиапрактике, как в любой другой практике. Это те же самые рейтинговые агентства, Moody, Scarvile, неважно, их может быть много. С ними практически невозможно конкурировать, потому что недавно, и никто не будет тебе переходить. Тебе нужно набить очень сильную базу данных. Но если эти стартапы предложат что-то, чего нет у больших компаний, и будут динамично развиваться, то да, у них есть шанс. Насколько я знаю, один из популярных сейчас стартапов, которые начинают пользоваться, идея с блокчейном вообще очень интересная. Они занимаются печатанием картин. Они делают специальные лаборатории, у них есть порядка 10 сейчас по миру, поэтому любой автор, когда он продает картину, он дает токен. Обычный токен. И с помощью этого токена человек может прийти в любую из этих лабораторий, и начать за себя столько картин, сколько у него токенов. Таким образом, собственно, была решена одна из проблем. На самом деле, как я обещал, я постарался сделать все гораздо быстрее, и оставить больше времени на вопросы, и сэкономить тайминг. Спасибо за доклад. Скажите, как вы решали вопрос с количеством подтверждения ваших этих? То есть, я так понимаю, вы использовали приватную, поэтому вы не морочились, что у вас может быть форки и так далее? Нет. В некоторых проектах последних мы уже использовали proof of authority, но практически все решения были приватные. Изначально была проблема с приватными, собственно, сетями. Это в том, что алгоритм Этериума предполагал майнинг даже во время простоя. То есть, наши ноты все равно начинали майнить, 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 майнить. То есть, нам приходилось переписывать с помощью скриптов, то есть, форкать как Этериум, это первый вариант, либо переписывать код майнера. Мы могли давать проверку, что если сейчас нет транзакций, стой, не надо спешить. Какой response time был в обращении клиента при покупке вашего этого и через сколько он получал реальное, то, что он должен был купить? Ну, тут мы смотрим, у нас есть два варианта. Чисто получение информации, да, оно происходит практически мгновенно. То есть, для того, чтобы создавать запись, в зависимости от того, как разрастался наш смарт-контракт, непосредственно у него уже было данных, мы старались использовать, ну, как бы, мы использовать мапы, поэтому довольно быстрое происходило. Ну, порядка секунды, максимум. Насколько сильно росли ноты в процессе эксплуатации? Ну, для POS они практически не росли. Хватало, в принципе, одной ноты, которую я делал. В реальном проекте на, ну, примерно 70 тысяч пользователей. Не конкурент, как бы, да, там это в общем. Ну, максимум доходило до трех нот. До трех нот это были микроноды, то есть это небольшие. Я имею в виду не количество, а размер ноды, которая держит состояние. А, так я, честно говоря, сейчас не могу дать информацию по волюму самому, но, честно, не помню. Ну, небольшое, небольшое? Большое, естественно, со временем. Плюс мы можем у каждой ноды использовать свой алгоритм, да, то есть мы можем использовать одну большую ноду, в которой будет лежать все, и можем поставить другие ноды, которые у нас будут там получать только последние апдейты, использоваться в майнинге и так далее. То есть это все конкурируется. То есть в процессе вы обсчитывали, сколько вам нод, смотрите, вы разворачиваетесь в клауде. Вы должны понимать, сколько ваша нода, как минимум, должна быть, какие ресурсы она должна потребить, иначе просто вы можете выйти за какой-то определенный элемент. У нас есть автоскейлинг, Amazon нам с этим поможет. Автоскейлинг чего? То есть ноды… Волью мы тоже можем подключать автоматически, нет? Смотрите, любой веб-сервис по-сему по себе содержит балансер, который раскидывает этот. Но в данном случае с блокчейном это немножко по-другому работает. Количество нод, я так понимаю, вы сами определяли, сколько вам нужно для рабочего состояния? Смотрите, у нас есть две задачи. Это нагрузка процессора непосредственно. Эту задачу мы спокойно решаем балансировкой, добавлением новых нод. Правильно? Для того же самого майнинга, для того же самого процесса. Есть вторая проблема. Это то, что нам нужно держать где-то всю эту цепочку и постепенно туда подбрасывать. Для этого мы можем взять не майнинговую, а обычную ноду и туда собственно добрасывать. Я не помню, чтобы у нас выходило больше, чем на 700 гигабайт это данное. Ну, из нашего опыта опять же. Два коротеньких вопроса. Первый. Была ли у вас задача организации приватных данных, то есть скрытия данных от участников, если да, как вы решали. И второй момент – это авторские права. То есть вы привязывали, допустим, к таймстемпам и более подробно в этом плане, если можно. Ну, в плане прав в медиа чуть-чуть попроще. Есть некоторые леджеры, регуляторы. Но, как бы, да, мы пытались решить эту проблему. Мы писали хэши. Мы снимали хэш от медиа-контента, который получали, и, собственно, клали в смарт-контракт. То есть таким образом мы решали задачу стока. То есть если бы нам попадется наконец-то сделать аналог того же самого Спутифая либо Дизера, это было бы интересной задачей, там бы мы посмотрели. То есть там бы нам приходилось еще получать информацию из сторонних сервисов. Кстати, она уникальна модификатора этой песни. Притом сама песня может быть в разных лейблах. Притом за эту песню может отвечать группа, один человек. То есть там все очень сложно на самом деле. Ну, как бы, эта проблема решается с помощью смарт-контракта. Первый вопрос. Приватные. Ну, приватные, наверное, мы стараемся только в POC. Мы это пробовали делать, потому что сейчас ходит очень много регуляторов. То есть сейчас нерешенная проблема с блокчейном – это GDPR. То есть сейчас на самом деле никто еще до сих пор не понимает, что такое GDPR. То есть прецедентов было мало, поэтому есть много дискуссий. Некоторые большие компании после аудита сказали нам, что с точки зрения GDPR любой пользователь может прийти и сказать, что я не хочу больше видеть свои данные, никакие упоминания моего имейла либо данных в вашей системе. Все, собственно. То есть мы должны очень аккуратно продумывать наш смарт-контракт, особенно дейта-часть, потому что мы не сможем просто взять что-то и выкинуть. Тут уже все. То есть нам придется потерять всю систему. Ну, что? Ну, у нас есть… Ну да, то есть нам надо будет хэшировать тоже, там есть вопросы, нюансы. Скорее всего, это будут какие-то референсы на нашу базу данных, через которые мы можем найти. То есть как-то мы это будем решать. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Интересно. Такой вопрос. Почему именно Ethereum? Не смотрели ли какие-то другие решения, типа Quorum, которые там тоже permissioned, в принципе, тоже… Permissioned, да. Но мы хотели попробовать… Понимаете, мы сделали, собственно, вот эту часть, основную, коровскую, да? Все остальное нас не волновало. Это практически точно всегда будет во всех примерно наших проектах, которые мы будем решать. Плюс-минус и так далее. Ethereum позволяет с помощью Solidity нам использовать абсолютно Turing полный язык программирования. И можем решить любую задачу. Да, с точки зрения privacy есть платформы, технологии. Чисто глубоко не смотрели, но, насколько я знаю, в данный момент нет Turing полного аналога, который бы помог решать все проблемы. Да, я, может, прослушал, может, вы говорили, там я не услышал, это, получается, приватные сети для клиента, получается? Ну, в большинстве своем, да, но нам ничего не мешает выйти как бы в публичную сеть. А как вот, ну, я понял, а как вот в продуктах реально это было, то есть как были распределены ноды? То есть либо это было в рамках одной организации, типа, либо оно должно быть как-то распределено между какими-то частями сети? Это зависит от, опять же, бизнес-задачи. То есть если у нас есть больше одного стейкхолдера, и они хотят иметь доступ, вам ничего не мешает выбросить JSON-RPC и давать информацию для подключения. Подключать их ноду. То есть вам нужно обеспечить вот эту часть, стабильную функционированию вашего леджера. А какую задачу решал, получается, блокчейн, если это, например, было решение в рамках одной организации, и как бы оно вроде как работает, да, но то есть это как бы внутренняя сеть. Это аудит. Вы всегда можете предоставить эту информацию аудитору. Вы понимаете, опять же, блокчейн – это не серебряная пуля, я повторюсь. Как только вас заподозрят в мошенничестве, ваш стартап просто загнется, неважно. Неважно, с чем это будет связано. И вам нужно предоставить как можно более прозрачную систему. Ну, то есть, получается, когда нужно сделать аудит, там любой аудитор может подключиться как-то и проверить. Ну, не совсем любой. Ну, в смысле, да. Не совсем ко всему. Но это все обсуждает. То есть технологически это возможно. Вот что главное. И там будет какое-то подтверждение, что блокчейн, в принципе, не менялся. Аудитор забирает себе чейн, оставляет его, проверяет его через месяц, смотрит, поменялось ли что-то с предыдущим, перетирали или что-то. Он берет изначальный стейт, потом он может его как бы сравнить, я понял. Ну, есть просто разные методы. То есть, опять же, как я говорил, можем подключиться на ивенты. Он может проверять его в таком бэкграунд в ноде, то есть делать тестовые покупки и смотреть, отрабатывают ли ивенты. Как только первый из них не отрабатывает, вы уже не расскажете о том, что у вас была клиническая проблема. Ну, ивенты, это же надо ему подключаться к ноде, это надо ему давать доступ к ноде. Да, но они не могут майнить, вы можете дать под доступ к ноде без права что-либо изменять в вашей системе. WebRTC могут дождать просто на получение самого нетверка и, собственно, ивентов. То есть, никакой угрозы для вашей системы нет, для ее целостности, но информацию для какого-то посредника, который говорит, что нет, ну да, честно, согласен. Либо это может быть просто полностью свободная система, как с нашими книгами было. Нам все равно, пускай все знают, кто только покупает эту книгу. То есть, WebRTC можем просто выбросить. Пожалуйста, подключайтесь, проверяйте нашу систему в любой момент времени. На приватный блокчейн у вас может возникнуть вопросы, потому что он контролируется только одним источником. То есть, один логер. Да. По факту, если аудитор зайдет, он не скажет, меняли ли вы состояние блокчейна на какой-то момент, потому что у вас есть все мощности для того, чтобы накатить цепочку заново. А если у него есть сдаун в нашей цепочке? Да, он же, получается, берет… А если нет, а если нет? Еще самое, что блокчейн приватный, кроме того, когда вы ему разрешите туда зайти, он даже не будет с нами. Ну, смотрите, тут задачи могут быть на самом деле разные, и пути их решения тоже могут быть разные. То есть, мы можем, как я говорил, если у нас просто свободная информация, просто выбросить сразу WebRTC, то есть, подключайтесь, проверяйте нас, мы открыты для вас. То есть, уже практически паблик сеть, просто без возможности майнинга. Это может быть какое-то количество, как я говорил, стейк-колдеров, у которых есть свои аудиторы, и они изначально смотрят. То есть, тут мы вольны играться, как хотим. Ну да, я тоже думаю, что такое решение, в принципе, может работать, только если аудитор знал какое-то начальное состояние, что он может убедиться, что, в принципе, эта цепочка валидна как-то. Либо с какого-то состояния он подключился и точно знает, что я не обманывал в этот момент. Спасибо. Спасибо, что поделились вашим опытом. Вопрос такого плана. Ну, не сильно погружаюсь в блокчейн, потому что для меня это немножко тема новая. Прекрасно. Как видите, эту полупрезентацию на самом деле не про блокчейн. Нет, ну, просто об этом вопросы. И краткое введение в вопрос. Это то, что действительно проверка подлинности скачанной музыки, допустим, это отдельная и на самом деле очень труднопроверяемая тема. И на самом деле здесь как бы противовесом этой чаши служит именно действительно попытка содержать свою репутацию чистой всех компаний, которые обеспечивают вот этот доступ к контенту. А вопрос немножко с другой стороны. Ваши пользователи вот этой системы, какую дополнительную ценность будут получать от того, что вы используете вот эту систему блокчейна на вашем бэкэнде фактически? Они как-то смогут потом доказать кому-то, что это он не украл откуда-то или каким образом. Какую дополнительную пользу от этого получат? Смотрите, вот предположим, системы, да, вот они есть разные на самом деле. То есть что считать пользователями стока? На самом деле их два типа. Автор стока, который предоставит контент, он тоже пользователь. И вот он в первую очередь заинтересован, чтобы компания перечисляла ему все роялтисты. Он пользователь. Как только авторы придут в новый ресурс, и на ресурсе будет достаточное количество медиа-контента, при том для вас не нужно отягать кирпичи для этого, да, вы даете права, вы закачиваете контент и все. Как только какой-то из стартапов на блокчейном заманит себе определенное количество авторов, туда придут пользователи, там есть контент. Вот в том-то момент, что заманивать без блокчейна чуть-чуть тяжелее сейчас будет в этом случае. Не будет авторов, не будет, собственно, этих стоков. То же самое, собственно, с такими большими компаниями, потому что там чуть-чуть по-другому работает. Больше цепочек. То есть вам нужно, чтобы вам стриминг сервиса отдал правильную информацию, но и чтобы лейбл-сервис тоже отдал вам правильную, корректную информацию. Была ли у вас задача скрыть от… Мадонна должна ли знать, кто там продавал, например, Алсу или наоборот? Нет. Не было? То есть как это можно было бы реализовать? Нет, ну мы подумать можем, но задачи скрытой не было. Ну то есть для всех ваших, тех, кто вам предоставляет контент, а не хотите лезть в нашу эфириум-сеть со своими ключами, мы вам скажем, что у вас там или как. Посмотрим, какая будет эволюция этариума. Нет, как у вас это реализовано? То есть вы говорите типа вот… Мадонна, приходи, смотри, вот бинарный код, как бы я сейчас почитаю тебе вслух, ты посмотришь, что там написано. Или как? Смотри, опять же, что вы… Вы сейчас говорите именно про аналоги дизера из Spotify, да? Мы не делали таких задач, с такими большими задачами, мы не сталкивались. Но мы можем, опять же, скрывать данные, да? То есть мы видим только сами транзакции, о том, что они там происходили, что было какое-то изменение стейта. Кто на что поменял, да? Как в случае там идентификационного кода, который является тайным и охраняется законодательством. А в этом идентификационном коде, в этом номере, знаете только вы на самом деле, что это вы. И вы можете проверить все эти записи. Ну как бы вот там есть запись 1, 2, 3, купил что-то с 1, 2, 4. То есть для вас, как третьего лица, это не значит ничего. Для человека, который покупил песню там с таким-то исаконом, это значит многое. И ему этого достаточно. Это один вариант, просто сейчас из головы, да, который я выбил. Да. Окей, последний вопрос. Мы видим, что остается все равно проблема для пользователей контента, потому что мы попадаем снова в ситуацию, когда у нас разные сервисы борются за авторов, и одни авторы могут присутствовать только на части сервера, то есть для того, чтобы получить доступ к контенту разных авторов, пользователю нужно, соответственно, подписываться на несколько сервисов. Вопрос. Видите ли вы потенциал блокчейна, оставляя в стороне проблему хранения информации в какой-либо базе данных, но только говоря о доверии, к решению проблемы создания глобального реестра авторского права? Это всего лишь другая задача блокчейна, которую вы называете. То есть в данном моем примере я говорил о проблемах, правильно? То есть у нас есть что-то, у нас есть проблемы, и мы пытаемся их решить. Та проблема, которую назвали вы, она, собственно, out of scope вот этой вещи. Но я с вами согласен, что было бы круто иметь леджеры, единые, то же самое музыкальных записей. Вы не понимаете, сколько там бывает путаниц с этими кодами, как они предоставляют. На самом деле тоже довольно сложный механизм подтверждения. Один и тот же трек, одна и та же песня может принадлежать разным авторам в разное время. Там очень много деталей. То есть, ну, наверное, да, когда-нибудь на это перейдут. Это сложно, и это не востребовано рынком сейчас. Если это несет какие-то некоторые бенефиты, особенно на фоне резкого роста стриминга и, собственно, денег, это может взлететь. Я так считаю. Мы сейчас с вами говорим о миллионах долларов. Перестроить инфраструктуру и добавить новый компонент. Но вот эти миллионы долларов… А это рынок на самом деле. Здесь кто-то выиграет, кто-то проиграет. То есть, скорее всего, все перейдут на эту систему. Это всего лишь, опять же, инструмент. Это возможность некоторым маленьким компаниям сейчас попробовать залететь. Это такая же возможность больших компаний. Некоторые перейдут, некоторые нет. Те, кто не пьетут, как мамонты, могут вымреть. Сори. Окей, Саш, за авторское право на этой презентации. Спасибо большое. Поаплодируем нашему спикеру прекрасному.